Друзья, всем привет! Это канал На Пару и добро пожаловать в самый центр Москвы, ресторан Монгерштерна. Кайф! Единственный способ вытащить Максима на улице, это либо покушать, либо заснять ролик. Но сегодня у нас идеальное комбо. Нам показывает туда ехать 42 минуты, надеюсь, оно того стоит. Но вы просили, а мы исполняем ваше желание. Вообще, мне кажется, странно открывать ресторан в пандемию, посмотрим, насколько он зайдет и окупится ли эти деньги, которые припотрачены на реализацию этого проекта. 70 миллионов рублей. Вы прислали тысячи сообщений в Директ, что мы посетили этот ресторан. Мы к вам прислушиваемся. Сегодня вас ждет крутейший обзор. Поэтому, если вы ждали этот ролик или сами хотели посетить этот ресторан, поставьте лайк. Мы стараемся для вас. У нас, на самом деле, было целых три причины, почему мы не приехали сюда в первый день. Первая – это пандемия. Мы не хотели находиться в большом скоплении людей. Вторая – я лично, ваш покорный слуга, ненавижу толпы людей. Мне страшно немножко, я этого боюсь. И третья – у меня есть такое поверье, я часто с этим сталкивался, что в первый день, когда ресторан или заведение, да любое, место веселье развлечения открывается. Там проходят специальные вещи, там более тщательно относятся к сервису, потому что знаю, что приходят селебы, будут обзоры и так далее. А вот в будний день, в обед, через пару дней после открытия, мне кажется, уже всем все равно. И поэтому мы сейчас туда нагрянем, закажем много блюд и посмотрим, стоит ли оно того ехать черт знает куда. Потому что тут не припарковаться, чтобы поесть пыли в кайфу. На самом деле, такое странное совпадение. Он находится напротив Луи Виттона. Походу, специальное место для Алины выбирали. Субтитры сделал DimaTorzok По поводу цен. Они самые стандартные для Москвы, ни дорого, ни дешево. Возможно, если вы живете в каких-то регионах, для вас покажется, что это очень дорого. Но для людей московских все это привычно. Сразу хочу сказать, что нас хорошо встретили, сказали, поняли, что мы будем снимать, посадили в хорошее место. Тут меня уже узнали, потыкали пальцем, пока что не подошли, слава богу. Мы сейчас выберем, наверное, 5-6 позиций точно, самых таких интересных. Бургер, естественно, я хочу какую-нибудь, может, пасту, ну, вместе с Алиной. Попробуем и поймем, не только ли здесь красиво, а здесь очень красиво, но и вкусно. Главное это зеленое красивое меню, специально для Алины. Все для нее. Можно, пожалуйста, паштет из утины печени, тартар из гребешка, золотой бургер, картофель фри, пиццу римскую пепперони, спагетти с морепродуктами, яблочный фреш. А подавать по готовности? Да, 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 по готовности. Самое, что обидное, мы когда дома снимаем или где-то в другом месте, чаще всего мы сможем это съесть или забрать домой. Сегодня, понятно, здесь все останется. Куча бабок, все ради контента. Ну что, Алина, за удачные съемки. Вот настолько здесь шатается стол. Это очень странно. Это даже не ногами, это локтем. Ну что, мы начнем с тартара, с гребешка. Конечно, размер порции, все как мы любим. Очень вкусно. Вкусно? Сейчас скажут люди, что за такое блюдо 900 рублей, это просто издевательство. Ребят, ну даже гребешок. Можем позволить. Следующее у нас это паштет с утиной печени с булочкой бриошь и смородина. Короче, по-простому, это бутерброд с паштетом. А ходить можно, интересно? Да. Здесь все на самом деле не очень хорошо. Во-первых, обычно паштет приносят отдельно, и булочка очень жесткая. А бриошь должна расплываться во рту, поэтому этому я многом не поставила. Мне принесли пиццу в необычном формате, но на самом деле в этом ничего страшного нет. Единственное, почему не принести на дощечке. Типа, маленький совет. Алишер, алишер, алишер. Алишер, просто на дощечку, потому что это будет смотреться лучше, а не сваливаться. А так надо попробовать. Видишь, видишь это, Алин? Как хорошо, что я ем не паштет, а пицца. Она прям чувствуется, что очень горячая, свежая. Это не то, что когда доставку, конечно, ждешь час. Не дурно. Пепперони нежный, то есть он не такой прям со стримкой, и не хватает как будто соли. Либо, мне кажется, дайте еще раз. Это очень вкусная, нежная пицца, но вот прям по рецепторам не бьет. Я эксперт. Не хватает чего-то, вот прям мне лично не хватает. Но я думаю, Алине такая понравилась. Смотрите, она прям воздушная. Прям видно. Кайф. Мы все заказали 50 минут назад, попросили по мере готовности. Первые блюда принесли быстро, бургера до сих пор нет. Там еще картоши фри, почему до сих пор нет. Допустим, его к бургеру хотят кинуть. На 50 минут, это типа я столько обычно в заведении не сижу. Да. А самое забавное при этом то, что ограничение, они сказали, 2 часа на стол. То есть, по сути, я уже половину времени жду только бургер. Вот это вообще не запланировано. Я хотел заснять кадр, облокотился на стоп, он шатается. Вы представляете? Я уверен, если бы это заведение открывалось хотя бы месяц-два назад, там бы были кальяны. Вы знаете, я их люблю, но я готов поставить на то, что их там нет и не будет. Потому что с 1 ноября приняли новый закон, который запрещает в общепите находиться кальяном. Даже я за это, потому что, ну, вообще в теории в общепит могут прийти дети, сюда их вроде как не пускают. Поэтому кальянов в всяких чаханах не должно быть. Ну, по крайней мере, в общем зале. И поэтому здесь мы их тоже не встретим. Так что я сюда точно не вернусь. Чуть меньше часа ждали. В общем, принесли. Но, что самое странное, это даже дам оленью понюхать. Он не пахнет немножко подгорелым. Понюхай. Как будто немножко, да, что-то сгорело. Гринь может? Не знаю. Давай с картошки начнем. Мы все-таки на ней специализируемся. Топовая. Вот это я одобряю. Она типа как фарша. Очень похожа на фаршевую, только больше соли. Короче, это фаршевая картошка, но с солью как в KFC. Оператор, это тебе. Ну и теперь самое важное. Бургер. Вот так он выглядит. Вот это прям, это есть. Я понял, зачем были перчатки, но я их не одел. Здесь в целом бургер максимально простой. Но я честно скажу, мне не нравится булка. Вот это все-таки что-то отдает. Возможно, я небольшой любитель черных булок в целом. И краситель, поэтому здесь особо даже не влияет. Мясо очень вкусное. Но опять же, ну вот это не похоже на какой-то премиальный бургер. Ну вообще. Но мясо просто супер. Вот последствия. Надо было перчатки одеть, но это мой косяк. В итоге булочку бриошь я даже не съела. Это было вообще не съедобно. Паштет невкусный. И нам исключили из меню это наименование. Спасибо им большое за это. Ну а мы приступаем к следующему блюду. Это спагетти с морепродуктами. Я уже вижу креветочку. Креветочка вкусная. Пробуй все, не креточка. Вкусненько. Не хватает соли, я бы сказала. Ну а в общем неплохо. Если вы смотрите это во время еды, приятного аппетита. Принесли счет. Очень красивая коробочка, конечно, подача. И в сумме 5200. Ну нормально, учитывая, что это было 6 блюд, напиток и еще фрес. Но коробочка просто огонь в стиле. Алин, гони деньги на чай. Молодец. Главное правильное воспитание. Я думаю, одним из плюсов является интерьер. Мне он очень понравился. Все очень светло, красиво. Мне, конечно, понравилось, что все было в зеленых цветах. Была зелень. Конечно, не натурально, но тем не менее, выглядит очень красиво. Из минусов интерьера я бы уделила столы. Мне показалось, что немножко дешевенькие. Но вот стулья, диваны, красота. Фишкой всего интерьера является фонтан. Выглядит, конечно, это зрелищно. Пофоткаться можно. Но где 70 миллионов, если честно, я не поняла. Внутри не очень много посадочных мест. Нет никаких випок, ничего. Что мне еще понравилось, что была открытая кухня. Мне нравится видеть, как готовят повара, и что там все чисто и убрано. И также есть открытый бар. Большинство порций вполне приличные. Например, как бургер или спагетти. Но вот булочка приошек, не опять-таки возвращаясь, была очень маленькой. За такие деньги, за 600 рублей, один кусок хлеба с невкусным паштетом, того уж точно не стоит. Но Максим еще остался недовольным размером пиццы. Возможно, потому что он привык к круглой пицце, а не прямоугольной. Если говорить про атмосферу, это не похоже на рэперское заведение. Но это хорошо, потому что если бы все время пришлось слушать Моргенштерна, хоть я его и в целом люблю, было бы тяжело кушать. Ну а так, хорошее место, приятная музыка. Сервис, я уже отмечал, это просто пушка. Я так доволен, как блогер, что наконец-то мне не сказали, типа, а вы что, снимать будете? Нас посадили в удобное место, наоборот. Ну вообще, вкратце, хочу сказать свое мнение. Меню небольшое, все достаточно вкусно. Но стоит ли ехать в центр ради этого заведения, большой вопрос. Я думаю, Максим уж точно второй раз не поедет. Ну что, друзья, вот такой вот получился обзорчик. Для нас не очень привычно ездить на место съемки именно в ресторан. Обычно мы либо в доставке делаем, либо нас туда зовут. Здесь мы приехали сами без приглашения. Но надеемся, вы это оцените. Если хотите перетест через какое-то время, когда он поменяет меню, поправят. А я думаю, это случится. Поставьте здесь 40 тысяч лайков. Также подписывайтесь на канал и оставайтесь с нами на пару веселей. Пока. Мы туда пришли? Не знаю, ты сказал, ты такой рендерный третий. А, да. А, можно? А, можно?